Как уберечься, поговорим вместе с заведующей эпидемиологическим отделом филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе Севастополь Ирины Петровой. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Так уж повелось до лета не только сезон отпусков, но и, наверное, череда острых кишечных инфекций, наблюдая период отравлений. Что говорит нам статистика? Сколько обращений? Кишечная инфекция – это одна из самых распространенных инфекций в мире. В России ежегодно на планете заболевают кишечными инфекциями более 500 миллионов человек. В общем, заболеваемость достаточно высокая. Но в Российской Федерации заболеваемость кишечными инфекциями также находится на довольно высоких цифрах. Показатель заболеваемости, регистрируемый в Российской Федерации, в среднем составляет 400 заболевших на 100 тысяч населения. То есть это вот такой показатель по статистике. У нас в Севастополе в данное время за 5 месяцев, у нас пока есть данные, за 6 еще не отредактировали, заболеваемость составляет 125 случаев на 100 тысяч населения. То есть она соответствует среднему многолетнему для данного сезона времени. А когда самый пик, вспышка заболеваний идет? Ну, по нашим данным, статистическим наблюдениям, наиболее высокий уровень заболеваемости кишечными инфекциями у нас традиционно отмечается, начиная с конца июля, август и сентябрь месяц, где цифры у нас достигают, показатель может достигать до 200-250 заболеваний на 100 тысяч населения. Когда и в инфекционную больницу поступают по 30-40 человек для госпитализации, ну и в основном, конечно, это дети. Где же можно ее подхватить, эту инфекцию, и как от нее уберечься? Ну, как уберечься, поговорим немного позже. Давайте, где все-таки она находится? Ну, во-первых, что такое кишечная инфекция? Это группа инфекционных заболеваний, вызываемых различными инфекционными агентами. В основном это, конечно, бактериями. Заражение происходит элементарным путем, и заболевание происходит, связанная лихорадка, происходит кишечный синдром, который может прийти к обезвоживанию организма. Ну, какие здесь можно отметить заболевания, которые очень тяжело переносятся? Ну, в лучшем случае, я так понимаю, это отравление такое пищевое, легкое. Да, это может быть, да. Но, к сожалению, есть такие заболевания, как острая дизентерия, сальмонеллез, пищевая токсика, инфекция уже тяжелой формы, которые, в общем-то, могут привести к очень тяжелой форме заболевания и к тяжелым последствиям. А в каких продуктах особо, может быть, размножаются эти бактерии? И вот вы говорите элементарным путем. Это элементарно через немытые руки? Ну, элементарным путем это через пищевые продукты, то есть через рот. Вот. У нас пищевые продукты, в основном, конечно, которые, это мясные, особенно фарши, это молочные продукты, молочнокислые, масло. Очень опасны летом это кремовые изделия, различные пирожные, торты. В этих продуктах микробы не только сохраняются, если они туда попали, но еще и размножаются, чем опасно. То есть происходит очень большая обсемененность продуктов, и возникает наиболее тяжелое заболевание, если человек употребляет эти продукты. Как появляются симптомы отравления? Ну, симптомы начинаются как? Ну, первое, это, конечно, появляется высокая температура. У человека появляется, не всегда это только при пищевых, только токсикоинфекциях, обычно это рвота, а в основном это диарея. Ну, то есть в простонародье это понос. У нас слабость возникает, и вплоть до обезвоживания, когда человек теряет при диарейном синдроме очень большой потери жидкости, обезвоживание организма, и вплоть может происходить до судорог. При некоторых заболеваниях, таких как дизентерия, появляются боли в животе, при некоторых эти боли отсутствуют. Вот у нас есть любители взять на пляж массу мяса, колбасы и так далее. Давайте как бы посоветуем севастопольцам, как же должен выглядеть пакет с продуктами на пляж. Я так понимаю, там как никогда они развиваются. Ну, конечно, вот в теплое время, которое у нас сейчас наступило, а дальше будет еще жарче, вероятность заболевания кишечными инфекциями наиболее вероятна и очень высокая, наиболее велика. Ну, что нельзя брать на пляж? Ну, конечно, нельзя в гаде, ни в коем случае молочные продукты, различные там котлеты, мясо, холодцы, студни. Вообще на пляж надо брать только что? Сухое печенье, какие-то фрукты, причем которые были помыты дома, а не в море, как очень многие берут целлофан и в пакетах и полоскают в море, а потом идет, потому что море тоже может быть источником каких-то заболеваний различных. В общем, такие продукты, которых в микробы... Скоропортящиеся. Категорически запрещаются брать с собой. А вообще лучше брать просто с собой бутилированную воду и какое-то сухое печенье и вот такие фрукты, которые помыты были дома. Если все-таки так получилось, что человек чувствует, что отравился, вот какие, в принципе, алгоритмы действий? Сразу бежать в скорую или все-таки можно с вами силами как-то ставиться? Ну, чем у нас среди наших заболеваний, вот при регистрируя их, 80% это детей заболевает. Ну, так как это группа риска, она наиболее ослабленная и наиболее поражается этими инфекциями. И пожилые люди, наверное. Да, я вот только хотела добавить, да. Поэтому, конечно, если заболел ребенок, то не надо тянуть, и, конечно, необходимо обратиться к врачу. Если, в общем-то, состояние не очень тяжелое, то можно вызвать участкового врача на дом. Если вы уже видите, что у ребенка очень высокая температура, очень частая диарея, рвота наступила, то надо, конечно, немедленно вызывать скорую и обращаться. И уже врач скорой помощи решит о госпитализации в инфекционную больницу. Иногда даже люди самотеком сами могут обратиться в приемный покой инфекционной больницы, если когда очень долго приходится ждать скорую, и там, в общем-то, тоже окажут помощь и примут все необходимые меры. Ну вот, а в больнице, то есть это через промывание желудка все-таки инфекция выводится? Да, это уже, конечно, решает врач. Во-первых, если идет обезвоживание организма, обязательно идет насыщение организма жидкостями, то есть ставится капельница обязательно. И промывают, если это поставлен диагноз, пищевая токсика инфекция. Это когда обильная рвота. И здесь надо промыть, то есть уже убрать все микробы, которые у нас существуют, или вещества, которые вызвали вот это действие рвоту. Давайте поговорим все-таки о профилактике. Еще раз напомним севастопольцам. Что делать, чтобы не допустить попадания внутрь вот этих острых кишечных органов? Ну, первое, что делать, это, конечно, соблюдать элементарно правила личной гигиены. Потому что у нас микробы могут попадать к нам в организм не только с пищей, но и через грязные руки. То есть, когда мы приходим домой с работы, откуда-то с улицы, или на работе после посещения туалета, перед приемом пищи надо обязательно тщательно вымыть руки. То есть здесь мы уже 80% микробов, мы уже просто уберем с рук. И это уже будет, в общем-то, одно из первых элементарных правил. Чтобы пища не служила источником заражения, необходимо употреблять только свежие продукты. Причем, когда покупаете продукты в магазинах, надо обязательно смотреть на сроки реализации. Потому что очень часто, к сожалению, в наших магазинах продаются продукты с просроченным срок действия. Я так понимаю, еще надо обратить внимание на работающий холодильник. Действительно ли он хорошо работает? Да, безусловно, да. Потому что, когда мы иногда покупаем в холодильниках, где эти в магазинах, чувствуя, что совершенно не холодные молочные продукты, все, конечно, на это надо обращать внимание. Ну, для разделки продуктов дома необходимо иметь раздельные доски, предположим, для вареных продуктов и для сырых. Потому что у некоторых дома бывают, ну, бывают, конечно, еще такие случаи. Одна разделочная доска, где и вареные готовые продукты режутся, и сырые. То есть еще и дома можно подходить? Конечно, безусловно, да. Очень обращаю внимание, не покупать жителям города и вообще гостям нашего города продукты в местах неустановленной торговли. Вот там, где у нас на остановках, да, около рынка продаются продукты, особенно такие, как ровяная колбаса, домашнее молоко, которое не прошло ветеринарный надзор. Ну, различные пирожки бывают, продаются вот бабушками. Да, рыба, которая, да. То есть это продукты негарантированного качества, не прошедшие которые ветеринарный и санитарный контроль, они, конечно, не подлежат употреблению. Что еще необходимо? Необходимо тщательно готовить пищу и выдерживать тот технологический режим, и самое главное температурный, для того, чтобы, если даже и попали микробы, что тоже, в общем-то, возможно, их уничтожить, да, термической обработкой. А при какой температуре гибнет эта палочка инфекция? Ну, например, вот сальмонеллезная палочка, она гибнет, вообще сохраняется она до 6 месяцев в мясе и в почве, и в воде может. А если ее обрабатываете, то мясо, конечно, надо хорошо сначала обжарить, а потом протушить не менее 40 минут, для того, чтобы ее уже уничтожить. То есть не просто термическая, еще и временная обработка. Да, конечно, обязательно. И обязательно, когда вот пища стоит в холодильнике день-два, перед употреблением тоже ее хорошо разогреть и термическую обработку, чтобы она прошла. Спасибо вам большое за меры предупреждения. И спасибо за дельный совет севастопольцам. Удачи вам. Благодарим за это. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!